Ночь в караванпарке австралийского Кинстона прошла под дикие завывания ветра, а утро встретила радугой. Это хороший знак. Караванпарк раскинулся вдоль набережной, караванчиков мало. Но какие? Вот этот монстр принадлежит фермеру из Нарокурты, который регулярно приезжает к морю на отдых. Или половить лобстеров. Но сейчас в июне не сезон. Сейчас можно пройтись по остаткам пирса, который сохранился с былых времен, когда из порта Кинстон в Англию отгружали лес, пшеницу и шерсть. Океан здесь хмурый, неприветливый и кажется коричнево-красным. Можно представить, как встречал он первых поселенцев 150 лет назад. А встречал он неласково. Так один из прибывших в колонию кораблей застрял на рифе к востоку от Кинстона. Чтоб соскочить с него, выбросили за борт всю поклажу, включая продукты. Но это не помогло. Тогда, разделив остаток провизии по две печеньки и 50 граммов сыра на брата, люди, добравшись вплавь до мыса Джафа, вот он на карте, двинулись до Кинстона пешком, шли 11 дней и таки дошли. 50 человек, пятеро из которых были дети. А пока сворачиваем на город Роб, название которого предполагает три варианта перевода. Мантия, халат или роба. В церкви не видно, стало быть, не мантия. Халат? Может быть. Впереди как раз показалась долина бедных, и воображение тут же нарисовало миллионера в дорогом атласном халате. Но тут впереди неожиданно показались руины старинной тюрьмы. Так вот откуда название? Просто роба. А теперь представьте, почтальон Печкин приносит вам письмо. Петрову И.А. Город. Тюремная. Роба. До востребования. И тем не менее, ни у кого даже мысли нет поменять название. Ведь эта история, какая бы печальная она ни была. За спиной осталась история становления города Роуб. А впереди показалась история, которую выписывала сама природа. Причем такими живыми красками и такими потрясающими формами, что глаз не оторвать. Вот обыкновенный карстовый провал. И рухнуть в него на два счета. Очень хорошо видно, как вода все дальше и дальше подмывает камень. Это песчаник. И когда-то тропинка, по которой сейчас ходят люди, может запросто рухнуть. А здесь, ну, просто грех не сделать фотку на память. На фоне этого большого крыса, которого выточила в камне сама природа. Как вечный памятник, запрошенный здесь кораблям. Крысы ведь первые сбегают с тонущего судна. Что-то мое воображение, не на шутку, разгулялось на этих необъятных просторах. На самом деле шагаю по заповедной зоне, вплоть вон до того маяка. Заповедником эта зона стала с 2014-го. Здесь полностью запрещены любая добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, драгирование и даже рыбная ловля, чтобы обеспечить приют редким водорослям, лобстерам и морским ракушкам. Следующий по ходу – город Бичпорт, что очень легко переводится как «пляж» и «порт одновременно». И вот первое доказательство порта – длиннющий пирс, который, кстати, строили долго и нудно, целых семь лет, начиная с 1875 года. А вот мои домыслы насчёт песчаного пляжа в один момент разрушил стоящий рядом с ним стенд. Оказалось, что первая часть названия города никак не связана с кусочком песчаного пляжа рядом с пирсом. Бич – это имя первого секретаря южной части колонии графа-сера Майкла Эдварда Хиггс-Бич, ответственного за быстрое и эффективное развитие этой территории. Нарочно не придумаешь. Можете себе представить диалог двух высокопоставленных особ того времени. Ваше сиятельство – граф пляж. А не желаете ли пройтись на пляж, окунуться в Южном океане? Ну что вы, сэр, я уже пробовал и не спох зайти в воду даже по щиколотке, такая холодная. Неужели и летом, сэр, не поверите в самую жару? И они правы, летом здесь редко кто купается, ведь Антарктида совсем рядом. Она как раз напротив вот этого самого маяка, который до сих пор встречает корабли.